Итак, ну что, давайте поговорим действительно про кэшбэк, который, возможно, получат родители детей, которые отправляют их в летние лагеря. Еще в апреле Владимир Путин предложил возмещать родителям половину стоимости путевки в летний лагерь, а уже в мае Ростуризм представил проект кэшбэка. Так вот, система уже налажена, уже работает и вплоть до 15 сентября можно вернуть половину стоимости. Давайте подробнее об этом поговорим. Итак, на связи с нашей студией Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области. Елена Александровна, доброе утро. Доброе утро. Ну, действительно ли уже система запущена и уже можно получать кэшбэк от путевок? Да, действительно, система запущена, она стартовала 25 мая. Мы сами прошли полностью по возможности вернуть кэшбэк, не нажали только последний, оплатить путевку. Да, мир путешествий РФ. Именно на этом сайте есть отдельный раздел детские лагеря. Посмотрите, это очень доступно и понятно. В детских лагерях нужно выбрать тот лагерь, в который вы хотите приобрести путевку. И, соответственно, выполнив все процедуры, оплатив эту путевку с карты МИР, в течение пяти дней придет возврат половины стоимости родительской платы за путевку на ту карточку, с которой вы оплачивали. Но обязательно карта МИР. Это ключевое условие. А вот какие условия? То есть сколько денег может вернуться? Вернуться может 50% от той суммы, которую оплатили родители, но не более 20 тысяч рублей. Это рассчитано, исходя из средней стоимости родительской платы за путевку в загородный стационарный лагерь. Я обращаю внимание, это только на стационарный загородный лагерь распространяется. И в среднем путевка такая стоит от 30-35 примерно тысяч для родителей. Поэтому таким образом определена стоимость возврата. А если у тебя несколько детей отправляются в летний лагерь, то здесь как будет система работать? Абсолютно за каждого возвращается кэшбэк. И даже если едет один ребенок не один раз, то возвращается точно так же. То есть это, по сути, помощь родителям в возможности отправки ребенка в загородный лагерь. Но не секрет и для вас, и для всех, что все-таки загородный лагерь достаточно дорогое для родителей удовольствия. Хотя это очень полезно для детей и, конечно, удобно для родителей. Но есть ведь еще и льготные системы. Вот если ребенок отправился по такой путевке, то здесь будет возвращение кэшбэка? Есть путевки полностью бесплатные. Они идут по линии Министерства социальных отношений. Раз она бесплатная, родители ничего не платят. Значит, естественно, ничего и не возвращается. А есть так называемый сертификат. Вот если такой сертификат на оплату какой-то части родительской платы используется, то все остальные деньги, которые платят родители, 50% от этой суммы возвращаются. Даже если родители, например, 5 тысяч заплатили только за путевку, значит, 2,5 тысячи вернутся. А все ли лагеря вообще вот в этой системе и сколько их? Значит, у нас на территории Челябинской области 66 стационарных загородных лагерей. Хочу сказать, мы входим в топ-5 регионов страны, у которых самое большое количество загородных лагерей. Мы действительно сохранили эту систему. И это очень хорошо для наших южноуральских ребятишек. Все они вошли в федеральный реестр. Это принципиальные условия. И все они сейчас на сайтах. Кто-то уже на своем сайте имеет возможность даже не через мир путешествий, а просто с сайта эту оплату производить. Поэтому рекомендуем всем родителям сначала зайти все-таки на сайт того лагеря, в который вы хотите приобрести путевку, уже потом заходить на мир путешествий. Кто-то через свой сайт, а кто-то через мир путешествий может это оплатить. Сейчас у нас уже ряд лагерей, достаточно много, уже родители приобретают путевку через вот эту систему. У остальных есть возможность до первых чисел июня эти процедуры завершить. Подавляющее большинство такую возможность старшим родителям дадут. Ну а некоторые приобрели путевки в апреле еще. Можно ли будет как-то подать заявку и пересчет сделать, либо все-таки рассчитывать на кэшбэк? Да, действительно это возможно. То есть для тех, кто приобрел путевку до того, как начала работать процедура кэшбэка, прямого кэшбэка, возврат сразу после того, как приобретешь путевку, значит, в этом случае эта система заработает с 15 июня. Чем это обусловлено? Именно в эти числа заканчивается первая смена отдыха детей в лагерях. Кстати, у нас первые лагеря сегодня начинают принимать, на территории нашей области начинают принимать ребятишек. Сегодня первые ребята уже уезжают отдыхать в загородные лагеря. Так вот, для тех, кто приобрел путевку ранее, они по окончании смены через портал госуслуг, родители заходят туда, на портале госуслуг, вы знаете, всегда все сервисы достаточно удобны, и идентифицируют себя как родителя, идентифицируются родителям, в данном случае идет межведомственное взаимодействие с ЗАГСами, это все автоматически происходит, и прикрепляют платежный документ, который они получили по оплате. Этот платежный документ верифицируется уже налоговыми службами, и после этого родители в течение двух недель получат точно так же половину, то есть сумму, которую они заплатили за путевку. Еще раз, эта процедура будет стартовать 15 июня, и весь этот алгоритм мы еще раз доведем обязательно для родителей. Поэтому все родители, которые пользуются платежной системой МИР, которые очень внимательно слушают все те рекомендации, которые мы даем, смогут вернуть половину стоимости путевки за отдых детей в стационарных загородных лагерях на территории Российской Федерации. Это не только в Челябинской области, путевка приобретается в другом субъекте, и этот лагерь входит в федеральный реестр, родители точно так же смогут вернуть половину своей стоимости. Это безумно приятная новость для всех родителей. Для родителей, конечно, это очень хорошо, а для детей тем более. Это точно. Спасибо вам огромное за то, что разъяснили весь алгоритм. Будем обязательно отправлять детей и радовать их и себя тоже в том числе. По нашим детям хорошего отдыха, он у них уже начинается. Точно, точно. Спасибо еще раз огромное. Напомним, с нами на связи была Елена Кулзова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области. Мы продолжаем нашу программу. Действительно, уже какой-то ароматы лета и звуки детских криков там где-то в лагерях, они уже послышались, а мы прямо сейчас как раз отправимся в место для взрослых. О, да? Ну, конечно. Это геометка Урал? Конечно. Конечно, и озеро у нас Иткуль. Это геометка Урал?